Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот сейчас я провожу подготовку своего лука-севка к посевам. Я как раз показываю, как я обрабатываю в солевом растворе, в марганцовке сегодня снимала. И заходя наперед, забегая вперед, хочу сразу рассказать вам, что нужно приготовить, для того, чтобы во время посадки предотвратить нападение насекомых на наш лук и на морковку, также средства одни и те же. Для кого-то, конечно, это может быть поздно, потому что я живу в сибирском регионе, и у нас нынче очень долго холодно. Конечно, в других регионах уже давно, наверное, посадили лук. Но вот у нас такие сроки, и именно сейчас, когда я этим занимаюсь, я вам все расскажу. Раньше не было времени. Конечно, то, что мы все это обработали и солью, и дегтем, и марганцовкой, это очень хорошо. Но будет еще лучше, и результат будет стопроцентный. То есть, насекомые-вредители даже не посмеют подойти к вашим грядкам, если при посадке вы будете добавлять те вещества, препараты, которые они на дух не переносят. Ну, конечно, самым популярным, самым традиционным является табачная пыль и острый перец. Вот острый перец у меня свой. Я его прям заготавливаю в огромных количествах, потому что обычно нарастает много, съедать только не съедаем. Он хранится по многу лет. Это у него срок хранения очень-очень большой. Я вот его вот так вот высушиваю. И потом, когда зимой есть свободное время, просто на кофемолке перемалываю и в герметическую вот такую вот посуду кладу. Конечно, идут у меня на перемолку, ну, какие-нибудь, те, которые уже не нужны. Бывает вот последний урожай, он уже не нужен, уже заготовки все сделаны. Перемалывать его, естественно, проблематично. Он очень острый, чихаешь, и я всегда тряпкой обматываю лицо. Ну, кто вот таких ужасов не хочет пережить, можно просто купить в магазине. Но я почему это делаю? Потому что, купив в магазине, мы, конечно, его экономим. Он там стоит недешево. И вот, чтобы купить такое количество перца, это сколько нужно пакетиков? Тут, наверное, 20, 50, а может быть, даже 100, там по несколько грамм. Так что советую готовить перец свой. Он вам пригодится при посадке лука, при посадке моркови. Табачную пыль, конечно, приходится покупать. Ну, вот табачная пыль и острый перец, они у вас должны быть заготовлены заранее, до дня посадки. Ну, вы, наверное, слышали, кто не слышал, я сейчас прочитаю. Табачная пыль – универсальное безопасное средство для борьбы с вредителями. Для луковая и капустная муха, крестоцветные бложки, меденицы и другие садовые, огородные вредители. Технология применения. Тут написано, как приготовить настой, как приготовить отвар. Настой и отвары готовить каждый потом научится сам, это все есть в инструкции. Но при посадке мы можем использовать просто посыпав вот те бороздки, куда мы будем укладывать свои вот эти подготовленные луковички. И тогда успех и большой урожай вам гарантирован. Вы, во-первых, обработали сейчас от болезней, обработали от вредителей. Еще мы посыпем, если вот табачную пыль и вот этот перец, можно просто сделать прям смесь такую гремучую. Как раз на эту посыпку мы будем укладывать наши луковички донцами. Вот донцы, сейчас покажу на плохой луковке. Дорожку посыпем и вот этим донцем раз туда и все. Как раз вот это место самое уязвимое. Вот здесь вот часто бывают, подгрызают или что-то. Но я не буду объяснять, вдаваться в научные подробности. Просто заготовьте табачную пыль и купите где-то, приобретите острый перец. При посадке, если вы посыпите дорожки, то вредителей, я уж не могу сказать, не могу гарантировать, что не будет вообще, но половина из них точно, они боятся вот этого табака, они боятся острого перца. Ваши грядки будут чистые и вы себя избавите от половины хлопот. Не нужно будет летом опрыскивать агрохимией вот этими всеми инсектицидами. У вас лук будет в безопасности, под надежной защитой табака и перца. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это быстрый-быстрый такой видеоролик о том, что нужно заготовить к началу посева лука, что мы будем добавлять в наши луночки. Все.